Светофоры с сигналом есть далеко не на всех перекрестках, но и там, где они установлены, просто звука на зеленый недостаточно, считают инвалиды по зрению. Гораздо удобнее, когда динамик оповещает, через какую именно улицу разрешен переход. Большинство вопросов к депутатам касались именно доступности городского пространства для слабовидящих людей. Так, на улице Венцека рядом со зданием, где расположено общество инвалидов, не хватает специализированной парковки. Не мешало бы обновить и поручни вдоль тортуара. Вот все, о чем мы сегодня говорили, требует, конечно, приложения усилий и продолжения в решении этих вопросов. Безусловно, теперь практика такая у нас будет. Мы обязательно будем встречаться с теми группами людей, которые у нас входят в программу «Доступная среда». Очень понравилась обстановка, в которой проходила встреча. Совершенно дружелюбная. С ограничениями по зрению непросто добраться и до 13-й поликлиники, которой пользуются много слабовидящих. Решение этого вопроса не займет много времени и обойтись можно без особых затрат. Просили люди организовать выездные бригады медицинские, места компактного проживания жителей по улице Мара Стреза. Поставлен конкретный вопрос, их можно будет решить. Решить именно то, что реально мы это сделаем и по транспорту, и по медицинскому обслуживанию. Самое чудесное, что улучшилось – сознание людей. Ну и, конечно, очень много делается чисто материально. Укладывается тактильная плитка, ведутся разговоры о том, как правильно оформлять. Встречи парламентариев с людьми с ограничениями по здоровью станут регулярными, чтобы власть из первых уст могла узнать, что необходимо делать в первую очередь. Марина Кравцова, Григорий Пешаков, События.